Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Кто не знает, меня зовут Арина, я практикующий психолог. Я делаю обзор на ваши любимые песни с точки зрения психологии, а также мы смотрим интервью, передачи с вашими любимыми артистами. Сегодня мы будем слушать песню «Сердцебиение» BTS. Крайне красивая, очень глубокая песня. Ну а прежде чем мы начнем, я, как всегда, вам напоминаю. У меня есть группа «Музыка со смыслом», где мы более подробно и детально обсуждаем с вами ваши любимые песни, но с точки зрения именно вашей жизненной ситуации, как вы смотрите на ту или иную композицию, что вы проживаете в этот момент. И, соответственно, я помогаю вам ответить на ваши неразрешенные вопросы. Или же, если вы испытываете недостаточно мотивации, либо вы боитесь решиться на что-то, и вам нужна качественная поддержка, профессиональная обратная связь, то добро пожаловать в эту группу. Максимальное количество участников всего 10 человек, поэтому, пожалуйста, торопитесь записаться. Группа идет по субботам, и есть группа по воскресеньям. Поэтому все подробности в личном контакте напишите мне, пожалуйста, в WhatsApp, Telegram или же Viber. Также вы можете перейти ко мне в Instagram по ссылочке под этим видео и прочитать мой пост. Если вам интересно все, что касается психологии, то подписывайтесь на мой Instagram. Я регулярно там публикую различную полезную информацию. Ну что же, давайте начнем слушать песню нашей любимой BTS. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Вот такой видеоклип, который сделали поклонники, поклонники фанаты BTS, потому как официального видеоклипа нет на эту композицию, но вот мы сейчас посмотрели очень красивое видео. И я хочу поблагодарить Лидию, которая сбросила ссылочку на это видео, благодаря ей мы смотрим сегодня эту песню. Песня действительно очень красивая и перевод... у нас сейчас были только английские субтитры, но я, конечно же, прочитала русские и вам очень советую. Там очень красивые стихи, они очень глубокие. И, наверное, я сейчас не буду их читать вам вслух, вы просто, если вам будет интересно, прочтите самостоятельно. Что мне нужно отметить по лирике? Там очень много слов, и ребята постоянно пропевают слова, связанные с судьбой, что ты моя судьба, я твоя судьба, я чувствую твою судьбу, я чувствую свою судьбу. И, конечно же, ключевое слово судьба – это то слово, которое автоматически создает невероятное количество вопросов. А что же такое судьба? Мы так часто в обыденной жизни используем это слово и порой не подразумеваем, что оно на самом деле означает. И вот я для вас сегодня даже хочу вывести такую глобальную тему, что судьба – это некая внешняя сила или же высшая сила, которая повелевает природой и человеческим поведением. И говорят – возьми судьбу в свои руки. И чем же будет отличаться тот человек, который способен это сделать и как бы контролировать свою судьбу? И, соответственно, какие ошибки допускает тот, кто не способен на это, брать контроль, проявлять осознанность и тем самым давать волю распоряжаться своей жизнью той самой судьбе. И когда мы говорим о том, а что же такое воля, брать контроль под свои руки, то, по сути, это действие, это способность начинается с самых мелочей. Тот самый первый шаг, когда мы способны овладевать собственным телом, уже дает нам возможность контролировать себя в пространстве. И мы проявляемся через материю, то есть наш дух, наше сознание, наша психика способна контролировать и самоуправляться, если можно так сказать, либо воздействовать на свое эмоциональное состояние именно через тело. И вот как в боевых искусствах, в любом виде спорта мы, управляя своим дыханием или же своим телом, движением в частности, мы начинаем влиять на свою судьбу. Именно поэтому все духовные практики, такие как тайчи, йога и подобные, цигун, они не просто так были издревле прописаны, передаваемые эти знания из поколения в поколение, потому что в них скрыто это воздействие на собственную судьбу. Осознавая свое тело, понимая, как оно функционирует, мы в прямом смысле начинаем управлять судьбой и даже эмоциями. А контроль над своими чувствами приводит нас к контролю собственного мышления. И вот шаг за шагом от материального объекта к ментальным таким качествам, как мышление и эмоция, вот когда мы овладеваем всеми тремя этапами, можно сказать, что человек способен, скажем так, контролировать или же осознавать свою судьбу. И в этой песне, как ребята пропевали, я чувствую твою судьбу и я чувствую свою судьбу. И давайте здесь поговорим о субъекте и объекте, потому как наше мышление соткано из этого раздвоения, мы всегда делим себя на других. И когда мы слушаем, если вы почитаете внимательно перевод этой песни, то здесь мы можем столкнуться с тем, что в обыденности, скажем, на поверхности перевод этой песни может быть связан с любимым человеком, что я чувствую тебя, ты моя мечта. И там очень много слов, что без тебя, без твоей поддержки я бы не дошел до своей мечты. А можно перенести эту фразу, этот перевод и смысл более глубже, что когда я начинаю ощущать свой внутренний голос, свой зов, свою совесть, или же голос души распознаю, то в этот момент я начинаю твердо верить сам в себя. То есть вот эта хорошая самодостаточность, хорошая самоуверенность, не высокомерие, где мы в иллюзии пребываем, фантазии, а именно крепкая уверенность, которая уже непоколебима. Вот это прекрасная будет метафора, когда мы идем за своим внутренним голосом, и та мечта далекая, она превращается в реальность. И мне кажется, здесь нельзя исключать первую интерпретацию и вторую, потому что они объединены, как в известной притче, что у Бога нет других рук, кроме наших, так и здесь судьба говорит через голос ближнего человека. И та поддержка, которую оказывали они друг другу, конечно же, была неким проводником голоса той же судьбы. Ведь мы говорим, мой партнер или же мой друг – это тот, кто дан мне судьбой. Поэтому здесь очень красивая метафора, она двузначная, как и просто для связи с человеком, который меня поддерживал на моем пути, на моем становлении как артист, как достижение успеха, и как внутренний голос. Ведь мы крайне часто ошибаемся, когда мы смотрим на человека и можем пройти мимо того, который мог бы для нас стать настоящим другом и проводником к своей мечте. Поэтому, ребята, будьте, пожалуйста, более внимательным к тем людям, которые вас окружают. Может быть, в этот момент вы упускаете шанс встретить настоящего друга или уже настоящего партнера, любовь в своей жизни. Ну что же, песня прекрасная, текст очень красивый. Я напоминаю еще раз, что если вы хотите взять судьбу в свои руки или, по крайней мере, попытаться, еще раз повторюсь, что вроде, казалось бы, такая сложная формулировка, как осознанность, как осознавать свою жизнь, начинается с самого маленького действия, как контроль над собственным телом, то есть осваивать свое тело, заниматься спортом, заниматься танцами, заниматься гимнастикой, всем чем угодно. Но когда вы чувствуете, что вы контролируете свое тело, то судьба начинает как бы вот та внешняя сила, которая повелевает природой и поведением бессознательным, когда человек ведет себя так и, ну как говорят, да, состояние аффекта. Или я сделал то, а потом не помню, что это было, или же я говорю что-то и не осознаю собственных слов. Вот это потеря контроля над своей волей и над своей судьбой, как вследствие. Поэтому каждый из нас может взять контроль в свои руки, но для этого мы должны прикладывать усилия. Если вы хотите попытаться, добро пожаловать ко мне на группу, или же, если у вас есть желание пообщаться лично, записывайтесь на индивидуальную консультацию. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо большое за совместный просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, если вам понравилось, конечно, и подписываться на мой канал. А я с вами прощаюсь. Всего доброго! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok